МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вторник, 16 июня. И с вами в эфире на телеканале РЭТ-ТВ команда Курзомского телевидения с программой «Взгляд из Венспилса. Люди, события, мнения». В студии Олеся Пшененко. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Венспилсе, как и по всей Латвии, в воскресенье отмечался День памяти жертв коммунистического геноцида. 14 июня 1941 года у многих живущих в Латвии людей жизнь мгновенно изменилась. Из Латвии было депортировано 15 тысяч человек, включая детей и стариков. В воскресенье на памятном мероприятии около сада Тилта собрались дети Сибири и близкие тех, кто был выслан. Память жертв почтили и руководство Венспилского самоуправления и члены общества репрессированных Венспилского края и служащие пограничной охраной и представители других государственных структур. На мероприятии выступил хор Лейвзэмэ. Каждый год предприятия Венспилс Некустаме и Пошаме планируют провести в многоквартирных домах ремонт лестничных клеток, который будет выполнен в ближайшее время. Поэтому жители должны своевременно привести в порядок помещение общего пользования. Кроме того, регулярно происходит осмотр состояния дома, чтобы можно было запланировать необходимые работы. Среди жильцов многоквартирных домов регулярно проводятся опросы и реализовать любой проект можно только в том случае, если за него проголосовали хотя бы половина собственников жилья, плюс еще один голос. «Где у нас в домах есть главные, управляющие, то все свои работы мы согласовываем с ним. У нас же самих есть мастер-специалист, который два раза в год обследует все дома и определяет приоритеты. Либо это ремонт крыши, либо косметический ремонт или другие работы». Ремонтируя лестничные клетки, будет осуществлен и ряд других работ. Помоют и очистят потолки и стены, обновят покраску. Стены покроют водостойкой краской, чтобы затем было легче поддерживать чистоту. Покрасят полы, а если жители согласятся, положат плитку у входов в подъезды и заменят входные двери, в отдельных случаях и чердачные. Если необходимо, установят новые почтовые ящики. Обратят внимание и на состояние лестничных перил. В домах старых проектов необходимо будет установить перила от входа до первой лестничной клетки, так как раньше при постройке дома этого не делали. «Свою работу мы планируем тогда, когда еще не наступил активный строительный сезон. Стараемся сделать это максимально в начале года, когда у строителей еще нормальный график. Если у нас не получается спланировать работы до летнего строительного сезона, тогда эти работы мы откладываем на осень». В этом году ремонт лестничных клеток был запланирован в десяти домах, и в большинстве из них он уже закончен. Объявленная в государстве чрезвычайная ситуация повлияла и на строительную сферу, поэтому ремонт на некоторых объектах пришлось отложить, чтобы предостеречь жителей и работников строительных фирм от ненужных контактов. «С одним домом у нас был заключен договор, но в связи с чрезвычайной ситуацией мы не начали там запланированные работы. Фактически на сегодняшний день у нас осталось два дома, с которым мы начнем переговоры в начале осени о повторных закупках. Надо сказать, что в начале года их руководство предполагало другие цены, которые превысили планируемые». Колебания цен в строительной отрасли нередко ставят под угрозу реализацию намеченного проекта. «Какие цены сегодня на строительные работы? Они падают или идут наверх?» «Честно говоря, пока еще нельзя ответить на этот вопрос. У нас еще активно не начался процесс закупок. В данный момент мы не начали выполнять работы, связанные с ремонтом внутри домов». С наступлением осени половину лестничных клеток еще надеются отремонтировать по адресам. Саркан-Муйжас-Дамбе-22, Кулдыгас-23 и Лелая проспекта-32. Представители предприятия по обслуживанию напоминают, что самим жителям надо активнее включаться в процесс обхозяйствования дома, посещать собрания и высказывать свое мнение. Тогда большинство работ удастся запланировать и своевременно выполнить. В связи с отменой чрезвычайного положения в стране, Венспилское предприятие водоснабжения «Удека» сообщает, что прием клиентов возобновлен. «И на Таусу-65, и на улице Пилс-12 мы, конечно же, следуем всем предписанным в государстве мерам безопасности. На улице Таусу-65 рабочее время осталось таким же, как и было. Изменения были внесены в расписание работы на улице Пилс-12. Изменения во времени у нас такие. В понедельник с 8 до 12 и с часу до полшестого. Во вторник, среду, четверг с 8 до 12 и с 13 до 16. И время работы в пятницу с 8 до 12 и с часу до трех часов дня. Счета за полученные услуги водоснабжения и канализации уже можно оплачивать лично в кассах «Удеки», а также в кассах магазина «Максима». Однако более удобно это делать в электронном виде. Сотрудники предприятия возобновят проверки показаний счетчиков воды в квартирах там, где это будет необходимо. «Удека» продолжит проводить проверку счетчиков, на которые можно записаться по телефону, электронно или придя к нам лично. Руководитель клиентского отдела рассказала, что во время чрезвычайной ситуации, когда отдел был закрыт для посещения, все вопросы успешно решались дистанционно и количество должников увеличилось незначительно. 11 июня в Лиепене возле кемпинга «Ени» состоялись одни из первых соревнований в «Венспилсе» – «Венспилс Азимутс-2020». Старт был назначен с 4 до 6 вечера и стартовать можно было индивидуально, а финишировали участники в 19.30. Спортсмены могли выбрать для себя понравившуюся дистанцию, короткую для начинающих – 2,9 км, среднюю – 4,7 км и длинную – 6,4 км. Всего в соревновании приняло участие 45 спортсменов, большинство из которых выбрали короткую дистанцию и 8 спортсменов – длинную. Планируется, что в этом году пройдут еще 4 этапа тренировочных серий по спортивному ориентированию «Венспилс Азимутс-2020». А народное спортивное мероприятие «Приходи и занимайся спортом» финансово поддерживается самоуправлением, и участвовать в нем каждый может бесплатно. Я помню, как мы сюда приезжали. Я сидела в машине, пока папа бежал и ждала, когда он вернется. Самой бежать, конечно, интересней. Первый раз решил попробовать что-то новое. Спасибо моему другу Микусу. Он посоветовал, он замотивировал. Я уже думал не идти, но он все-таки меня заставил на своем велосипеде. Надо знать картографию, топографию, уметь ориентироваться в лесу. Перед стартом все прошли инструктаж, который был подготовлен опытным представителем Северокурзомского клуба ориентирования Янисом Браунсом. Много людей приходит на природу, поскольку больше некуда идти. И я думаю, что это тот момент, когда понимаешь, что это очень здорово, что мероприятие происходит на природе. И это одно из них. Мне только что объяснили, примерно скачал компас на телефон, сейчас буду идти искать тропинки, леса, горы, все, что можно найти. Может быть, даже займем какое-нибудь место. Наш Северокурзомский клуб – это ивенспилсчане, которые объединились с талсинцами. И у нас есть ветераны, если я не ошибаюсь, есть кому и 80 лет, и золотая медаль. В школьные годы в уголе мы начали тренироваться, и потом потихоньку ездили на соревнования. И около нефтяной базы у меня было первое соревнование в 67-м году. На этот раз в Лейпене были и участники, которые стартовали впервые. Ориентирование – несложный вид спорта. Участникам необходима удобная для бега одежда и интерес к достопримечательностям, ведь соревнования проходят в разных краях Латвии. Длинная дистанция будет интересна профессионалам. Они тоже у нас участвуют. Планируем, что будет интересно и тем, кто впервые решил попробовать. Это короткая дистанция и мало пунктов. Для спортсменов это благоприятная ситуация. Соревнования проходят в лесу, на большой территории, на воздухе. И люди приходят вроде бы все вместе, но по одному и не скапливаются в одном месте. На данный момент начались занятия на спортивных базах Венспилского олимпийского центра. С 10 июня легкоатлетический манеж доступен для публичного посещения. Открыт парк приключений. А с 17 июня для посещения будет открыт пляжный аквапарк. 8 июня в парке водных приключений свою работу возобновил большой бассейн. Венспилские теннисисты одними из первых объявили, что возобновили свои соревнования сразу же после снятия запрета. Начиная с июня месяца и до конца августа на теннисных кортах олимпийского центра Венспилс будет проходить любительский чемпионат, организованный Венспилским теннисным клубом. Турнир по теннису будет проходить в течение лета в несколько этапов. И в нем смогут принять участие любители, в том числе в группах женщины старше 40 лет и мужчины старше 50 лет. В воскресенье 14 июня на теннисных кортах олимпийского центра состоялось соревнование для мальчиков и девочек за приз олимпийского центра Венспилс. Во время соревнований были соблюдены все меры предосторожности, относящиеся к спортивным соревнованиям. В группе У-10 2010 года рождения за участие в этом соревновании ребята получили сладкие призы, а победители – теннисный инвентарь. Пока любители готовятся к стартам, следующее серьезное соревнование для детей на теннисных кортах состоится с 10 по 14 июля. Это будет Венспилский этап Кубка Латвийского теннисного союза. Это были все новости на сегодня. Встретимся с вами вновь в четверг, 18 июня. Наряду с возобновлением всех консультаций специалистов 19 июня в Венспилской поликлинике будут проводиться консультации с детским аллергологом Региной Пакалной-Борманной из детской клинической университетской больницы. Записаться на прием к аллергологу можно в регистраторе Венспилской поликлиники. Детский аллерголог принимает детей, у которых симптомы кожных аллергий, проводит тесты, а также принимает детей с симптомами пищевой аллергии. Руководство Венспилской поликлиники привлекает для этого государственное финансирование. И по направлению семейного врача консультация детского аллерголога и детского пульмонолога в поликлинике оплачивается государством.